Прекратить компенсацию банковской комиссии за переводы коммунальных платежей решили сотрудники двух предприятий – «Водоканал» и «Калининград Теплосеть». В компаниях говорят, оплачивать комиссию за потребителей больше нечем. Было принято решение, что предприятие перестает компенсировать данные затраты, потому что предприятие уже несколько лет находится в убытке. Только за последний год «Калининград Теплосеть» потратила на компенсацию банковских комиссий около 40 миллионов рублей. Водоканал – 20 миллионов. Раньше в компаниях расходы по оплате банковской комиссии включали в стоимость тарифа. Но эту маленькую хитрость, как выяснилось, запрещает закон. Эти расходы вычеркиваются из тарифа, службы по тарифам. То есть исключается источник, за счет чего может эта комиссия быть возмещена предприятию. В качестве выхода из положения поставщики тепла и воды теперь планируют присылать калининградцам счета за свои услуги, где отдельной строкой будет выделена банковская комиссия за перевод платежа. Для горожан это означает очередное повышение общей суммы в квитанции. Я считаю, что это необоснованное повышение. Это еще раз вытягивание денег из жильцов. Я хожу в банкомат, оплачиваю услуги и совершенно не собираюсь еще комиссии платить. Коммунальщики говорят, новые расходы вновь лягут на плечи только той части населения, которая добросовестно оплачивает услуги. В ТСЖ «Сельма-2» почти 300 квартир и, по словам председателя, почти треть жильцов – постоянные неплательщики. Там есть два пункта – либо платит управляющая компания, либо платит сам человек. Но это в принципе одно и то же, потому что заплатить управляющей компанией – это значит, что нужно повысить содержание жилья на этот процент. Впрочем, в ресурсоснабжающих компаниях говорят, можно избежать банковской комиссии. Если оплачивать услуги поставщиков прямо у них в офисе, но в этом случае калининградцам придется раскошелиться на транспортные расходы.